привет политик вот сегодня вышел удивительный приказ удивительный бездарный непрофессиональный позорный и меня даже слов нет чтобы сказать как это квалифицировать ну председателя был косымова она хотя вчера была первым замминистра по моему и с позором была перемещена другого ведомства я сразу скажу что это не ее вина она не виновата и у меня к ней никаких не может быть претензий и обвинение не квалифицированность так далее здесь все шире и глубже дело в том что существующее правительство назарбаева токаева она абсолютно не квалифицирована те проблемы которые я обрисовываю так называемый катаклизмы я сейчас выгляжу как человек который вас загружает тяжелой информации а это реальность цены на ней падает реально казахстан получает не более 15 долларов за баррель это реально они работают в убыток это реально сейчас будет массовое сокращение это к сожалению реальность и вот тем не менее в этих условиях можно бороться но для этого нужно иметь квалификацию я хочу вам показать какой уз низкий уровень квалификации даже не агентств финансового надзора потому что здесь собрались люди финансовом надзоре исполнителей вообще у нас все исполнители сидит один назарбаев и его минимально хоть узкий круг они принимают решение спускает команду кто возражает тюрьму кто возражает минимум это выгоняет поэтому эти солдатики я их сейчас даже не буду говорить что они не обладают квалификации они обладают на втором третьем уровне профессиональных грамотных людей в нашей стране достаточно вся проблема что у нашей страны во главе государства находится назарбаев и масса неквалифицированных тупых людей и они не могут предпринять правильные действия поэтому сейчас речь не идет не о том что мы безнадежной ситуации в принципе мы безнадежной ситуации потому что во главе страны 30 лет назарбаев и он вокруг себя подобрал людей по кланову признаку когда он его родственник по родовому признаку когда он его сосед когда он с ним делит деньги когда он его подельники они вместе похищают на всех уровне бюджета страны и вот такая воровская шайка когда выстраиваться сверху донизу и когда цен на нефть были высокие это еще позволяло целом находиться на плаву государству сейчас ситуация очень опасно я хочу вам показать и так вот вышло решение о котором говорил такая такими выпученными глазами стеклянными читая что ему написали и они говорят это после нашей критики они до этого говорили что банк я прошу банкам отнестись с пониманием чтобы они не требовали выплату основного долга и процентов а пение штрафы точно чтобы было не требовали было специальное распоряжение агентство финансового надзора пение штраф что в не было ну бизнес должен был сказать спасибо косунжемат кемельевич ты такой благородный ты спас бизнес но что-то мы этого не слышали объясню почему потому что в эти три месяца который предполагается что банки не будут взимать проценты и основную сумму они заплатят его следующие три месяца то есть в два раза больше а как они заплатят если сейчас карантин если никто ничего не покупает все валится им нужно обслуживать платить людям заработную плату а денег нет у них реализации нет все стоит а тут им видишь ли такой подарок делают что ладно хорошо ты заплачь не сейчас а через три месяца или через шесть месяцев но от него этого приема толку никакого нет вы поэтому не слышите благодарность даже таких бизнесменов близких власти вы их не слышите спасибо косунжемат кемель ты такой молодец ты круто помог бизнесу вы слышали я не слышал потому что по сути дела это не помощь хорошо теперь финансовый надзор выпускает приказ я содержать на части отдельно комментирую звучит так малому среднем бизнесу там вид и и третьим пятым десятым которые пострадали от введения карантина и все прочее течение трех месяцев не зимать проценты и основную сумму и теперь возникает вообще страшная ситуация что вы понимали это верхний профессионализма он приводит к катастрофическим последствиям банковскую систему то есть банк я вам объяснил он берет деньги у населения юридических лиц под определенный процент и выдает другим кредиты теперь правительство в лице косунжемар такая его его исполнители выпускает постановление говорят а вы не берите проценты и основную сумму сейчас тогда банки скажет хорошо мы не возьмем но тогда тот кто пришел за депозитом скажет видишь тут вышло постановление мы тебе не можем вернуть он скажет как у меня договор вот сегодня ты должен вернуть мой депозит он скажет у меня денег нет а клиент скажет как денег нет ты же банку он скажет ну слушай там такая сказал постановил и вот финансовый надзор тоже чтобы понимали агентство финансового надзора контролирует деятельность банков дает им указание все прочее и эти ведомства сказали чтобы я не требовал от своих заемщиков проценты и основную сумму и потом они заплатят ну а у меня сейчас денег нет я тебе не могу отдать более того вы придете в банк захочете захотите перевести какие-то деньги а банки денег нет почему денег нет потому что ему клиенты не вернули деньги и заплатили проценты они к нему приходят и он проводит платежные поручения не приходит он не может он не может вернуть депозит не юридическим лицами физическим он не может провести платежи понимаете какая ситуация наступает то есть одним своим непрофессиональным решением они убивают всю банковскую систему ну кто-то из вас скажет да эти банки они назарбаевских хрен с ними ну хорошо каспий банк это банк сатабалды племянник назарбаев халык банк это тимур кулебаев назарбаева там касанова и другие форта банк это помощник но султан назарбаев а т.ф. вот представьте себе что все банки прекращает работать или даже качестве сравнения все банки прекращают работу или например все магазины которые принадлежат назарбаев прекращает работ и рынке рынке принадлежат булат назарбаев вы бы сильно будете радоваться вы придете на базар он не работает вы придете в магазин он не работает у вас кредитный или банковская карточка тоже не работает поэтому мы же должны смотреть на как на инфраструктуру которые осуществлять платежи или инфраструктуру как торговые центры которые позволяют вам приобрести товар если все это начинает прекращать работать значит вы ничего не можете купить мы не может провести никакую транзакцию вы даже на базар не можете прийти понимаете да как что это значит это значит что этим решением правительству наносит удар неважно какой случае они собственности наносит банковскому сектору и банки начинают валиться я просто удивлен что но там банки не возмущается но на самом деле я вам скажу так я знаю почему они возмущаются теперь давайте мы посмотрим на суть приказа и поймем что на самом деле было вы понимаете это профанация вот вам сейчас сказали что вы 42 тысяч 500 тенге получите и там нужно 1000 бумажек собрать вы бегаете по всем кабинетам а коронавирус карантин вы будете где бегать все закрыто получается что выпустили приказ который не позволял вам получить 42 тысяч 500 тенге вы говорите вау что ты делаешь такая где эти деньги я получу тут они выпускают следующее решение что вы че вы можете электронным образом через систему так называемые гов все получить сегодня вы видели я выставил пост что вы дистанционно все заполняете это сайт не работает не работает и вы в электронным способом не получит доступ к этим денежным средствам то есть правительство сделала все чтобы вы ничего не получили они декларируют что вы получите 42 500 тенге полтора миллиона человек вы их не получите ну бегает какие-то волонтеры раздают там подсолнечные масла один пакетик за один день его большая семья съест и все то есть денег нет никакие 10 миллиардов не приходит теперь смотрите следующий помощь медицинская помощь определили список людей которые будут получать больше вознаграждения но что говорят медики медики говорят сколько раз было таких приказов находит массу причин чтобы мы их не получили новые убедились да вот 42 тысяч 500 тенге выпустили решение правительства но доступа нет ну и медики справедливо говорят мы к ним не получим доступа но когда делаешь расчеты выясняется что из ста процентов медиков так называемую поддержку получает меньше десяти процентов а где остальные 90 процентов они разве не медики они тоже попадают на передний край участковый врач он осматривает людей к нему приходит на прием его нету только те кто в режиме карантина врачи врачей работников медицинского учреждения учли получается эта помощь как бы коснется 10 процентов даже меньше медицинских работников 90 процентов выброшен что за помощь такая мы знаем что в нашей стране около десяти процентов более-менее живут остальные живут бедные или нищие и даже эта помощь медикам тоже она эта профанация не больше десяти процентов остальные теперь возмущаются говорят что за помощь там цена вопроса я вам так уважаем друзья скажу всего лишь было порядка 100 миллион долларов если три-четыре месяца поддерживать наших медицинских работников цена вопроса небольшие деньги масштабах страны и вот они умудрились так выпустить решение которое привело по сути конфликту брожению недовольство медицинских работников теперь смотрите что они сделали по банковскому сектору вы сейчас хотите получить помощь вы не получите потому что когда начинаешь ее внимательно читать выясняется что кто имеет право получить отсрочку на этот период физические лица юридические лица смотрите инвалиды и участники великой отечественной войны ну давайте так будем считать сорок пятом году война закончилась значит это закончилось 75 лет назад ну допустим был такой ветеран который 20 лет войну закончил значит ему должно быть 95 лет мы знаем таких ветеранов 95-летний которые могли бы получить кредиты в банках и вообще они живы или нет вы понимаете да или лица правник инвалидам участников великой отечественной войны инвалиды порой 1 2 групп лица страдающие тяжелую форму некоторых хронических заболеваний вы верите что эти люди имеющие тяжелое заболевание имеет работу а банки нужно получать кредиты или залог имей но и обязательно работу пенсионеры по возрасту вы верите что наши пенсионеры по возрасту имеет возможность получать прийти и получить кредиты такие которые можно было отсрочить так далее дети сироты и дети оставшие без посещения родителей многодетные матери награждены подвесками от налка куми салка ну я думаю что их практически нет который имеет кредиты неполные семьи людям которые получают государственную адресную помощь люди которые получают адрес адресную помощь это нищие люди по сути дела им банки никаких кредитов не дают и оказывается а им можно прийти и сказать что вот я получаю адресную социальной помощи и поэтому мне дать отсрочку на три месяца ну вы понимаете то есть здесь начинаешь когда анализировать выясняется что тут выпущен приказ там практически некому и получать а потом нужно еще доказывать что ты действительно потерял если ты малый предприятие какой-то малый предприятий и и как вот частное предприятие весов и пашка да нужно доказывать что у тебя количество людей сократилось нужно доказывать что твоя работа приостановилась из-за кризиса ну вы же понимаете то есть здесь я когда читаю уже содержательную часть я понимаю что никто не получит даже эту отсрочку бесполезную на три месяца понимаете да ну во первых даже если бы он такой приказ выпустил был реальный который бы работал было я еще раз говорю банки не смогли бы никому дать отсрочку на три месяца никому не смогли бы дать чтобы не был погашен кредит потому что если бы банки это сделали то они бы обанкротились и так что мы видим мы видим что по банкам решение выпущенное правительством не работает 42 500 тенге не работает теперь нужно говорить о реальных же действиях мы не видим реальных действий даже по медицинским работникам мы видим конфликт менее 10 процентов будут якобы получать поддержку со стороны правительства остальные 90 нет хотя остальные 90 они же тоже работают встречаются с населением их никто не знает люди болеют коронавирусом или нет там почти 250 тысяч человек суммарно работает вместе с обслуживающим персоналом и менее 20 тысяч человек попадает под эту программу вы понимаете то есть во главе страны работать непрофессиональное правительство чтобы они не делали ничего не работает ни один механизм не работает соответственно когда я говорю что существует прямая угроза что если правительство не осуществить ряд действий что мы сейчас попадаем катастрофу мы и так сложной ситуации но ближайший месяц-два я говорю консервативно вы увидите течение апреля и мая увидите к сожалению ужас ужасающие последствия от действий правительства что будет если банкам люди не могут выплачивать проценты и вернуть кредиты банки должны отражать у себя в балансе убытки у них будет проблема что им меньше денег возвращают или почти не возвращает соответственно они не могут погасить свои обязательства перед вкладчиками перед пенсионным фондом и у нас наступает коллапс вкладчики не могут получить свои деньги пенсионный фонд тоже не может получить деньги и все и все у нас завалится ну и вы видите что та помощь о которой говорит правительство в размере даже такой маленькой суммы как 42 500 тенге тоже не доходит какие выводы надо сделать выводы следующие пенсионные деньги пенсионного фонда они уже обесценились и еще буквально месяц пройдет они обесцениться в два раза но это пол беды даже эти обесцененные деньги ближайшие полгода могут не вернуться в принципе в единый пенсионный фонд и наши граждане вообще останутся без пенсии и никаких гарантий нынешний государство дать не может потому что денег при таком управлении не будет это мы все должны отчетливо понимать я здесь никого не запугивая вам говорю реальность я последние три недели активно выступаю показывать что будет стинге что будет с нефтью вы видите мои прогнозы они методично исполняется